Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Семейный доктор Сегодня мы в детской инфекционной больнице города Алматы. И тема нашей передачи – заболевание, которое чаще всего встречается в холодное время года – ОРВИ. А как обезопасить и защитить своих детей, расскажут высококвалифицированные специалисты. Не переключайтесь, будьте с нами. Знакомство началось практически с порога больницы. Все начинается с приемного отделения. Здесь проходит регистрация наших маленьких пациентов. Все врачи предрасположены к деткам. Палаты приемной комиссии боксированы, куда проходят родители с детьми. Больница работает по программе интегрирования ведения больных детского возраста, где основную роль играет сортировка. То есть оценивается непосредственно тяжесть и тут же оказывается помощь. Эта программа рассчитана на детей до 5 лет. Особо тяжелых детей заводят в боксы с красными табличками, менее тяжелых – с желтыми и зелеными. Детская инфекционная больница города Алматы является единственным детским стационаром по нашему городу. Наш стационар развернут на 360 кое, то есть мы можем госпитализировать 360 детей. К нам обращаются ежедневно от 150 до 250 детей со всего города. Очень часто обращаются с самообращением дети из ближайших районов области. То есть с Коскинвена, с Толгара, с ГРЭСа приезжают. Всех, так как мы экстренная служба, никому мы не отказываем. Из 200 обращений 30-40% детей госпитализируются в наш стационар. По тяжести состояния, смотря какая нозология, в наше клиническое отделение. 60% детей получают консультацию, осмотр. Мы рекомендуем, даем рекомендации по лечению и направляем домой. Они получают амбулаторное лечение по наблюдению участковых педиатров. То, что дети время от времени болеют простудными заболеваниями, ни для кого не новость. Здесь речь идет о переносимости. Дети-груднички, к сожалению, не могут изъяснить, что с ними происходит. Не могут рассказать. Поэтому мы должны быть максимально настороженными и следить. Мы задаемся одним вопросом, как протекает ОРВИ у детей. Какие пути передачи и что является разносчиком и агентом. Группа ОРВИ включает в себя очень много заболеваний, которые вызываются различными вирусами. Кроме вирусов ОРВИ вызываются некоторыми бактериями, такими как мекоплазу. До 80% ОРВИ вызываются вирусами. 20% заболеваний дыхательных путей приходится на остальные бактериальные инфекции. В нашу больницу поступает около 25-23 тысяч человек за год. Из них большую часть составляют больные именно вирусами инфекции. Как правило, в стационар поступают дети, которые в состоянии тяжелые и плохо поддаются лечению в амбулаторных условиях. Из них около 500-600 человек проходят через наше отделение реанимации с самыми различными тяжелыми формами заболеваний. ОРВИ – это острая респираторная вирусная инфекция, которая вызывается огромным количеством групп вирусов, таких, которые содержат РНК, ДНК. Их около 200. Механизм и пути передачи является воздушно-капельный путь передачи. Что касается именно маленьких деток, то ребенок заболевает при тесном контакте непосредственно с мамой, если ребенок до года. Если ребенок ходит в закрытые учреждения, например, детский сад, школа, то при попадании именно в закрытые учреждения ребенок заболевает. Ну, там, как правило, тоже контакт происходит. Но там уже путь передачи не только воздушно-капельный, но и контактно-бытовой тоже имеет место. В первые три года жизни малыши переносят в среднем по 6-8 простуд в год. Дети, посещающие детский сад, болеют чаще домашних. Однако к школе детсадовцы начинают простужаться реже. А вот у тех, кто не посещал сад, рассвет ОРВИ происходит в начальных классах. Причина этого в девственности иммунной системы ребенка. Чтобы научиться сопротивляться той или иной простудной инфекции, иммунитет сначала должен с ней познакомиться. Происходит знакомство, только через болезнь. Поэтому частые простуды неизбежны. Но с годами их число будет уменьшаться. Малыш в возрасте от 3 до 4 лет в норме болеет не более 6 раз в год. В возрасте от 4 до 5 лет не более 5 раз в год. После 5 лет не больше 4 раз в год. Какие первые признаки и на что мы должны обратить наше внимание? Первые признаки, так как это респираторно-вирусная инфекция, конечно, поражаются верхней частью дыхательных путей. Это нос, это носоглотка, это гортань, трахея. Поэтому, соответственно, первые признаки заболевания – это чихание, насморк, першение в горле, кашель, повышение температуры тела. И чем дальше идут сроки заболевания, тем выше риск опасности того, что могут случиться осложнения, особенно у детей до года. Какие проявления чаще всего? Мамы все хорошо это знают. Это заложенность носа, это выделение из носа самого различного характера, от прозрачных до гнойных выделений. Это катаральные явления в виде кашля, насморка, конъюнктивита. Наиболее тяжелая форма ОРВИ протекает, допустим, со стенозирующим ларинготрохиитом. Наиболее часто это грипп и парагрипп. Бывают аденовирусные инфекции и РС-инфекции. Вот они вызывают стенозирующую ларинготрохию. В этом случае возникает лающий кашель, затрудненное дыхание, особенно на вдохе. Может быть, это сопровождается и высокой температурой. Если помощь вовремя не оказать, то стеноз может прогрессировать. Это приводит к тому, что ребенок задыхается и в тяжелых случаях может наступить у душа. В широкой педиатрической практике считается закономерным общегрупповой диагноз – острая респиратурная вирусная инфекция. Лабораторное подтверждение этиологического диагноза с использованием вирусологических методов обследования очень важно во время эпидемии и при подъемах заболеваемости в организованных детских коллективах. Этиологическая роль того или иного вируса наиболее точно может быть установлена путем изоляции вируса на чувствительной культуре ткани. Ценные сведения получают и при сирологическом исследовании парных сывороток крови, проводимом с интервалом в 7-14 дней. Несмотря на большую информативность, эти методы диагностики не могут удовлетворять клиницистов, так как результаты исследования получают в поздние сроки болезни. Вследствие этого в клинической практике все чаще прибегают к экспресс-методу обнаружения антигена респиратурных вирусов в цилиндрическом эпителии носовых ходов. Ответ может быть получен через 3-4 часа после взятия слизи из носа. От правильно поставленного диагноза зависит дальнейший ход лечения. Также не вовремя вылеченный ОРВИ может привести к грозным осложнениям. У некоторых детей возникает очень редкое осложнение. Оно называется делериозный синдром. Вот врачи, даже не только мама, но и врачи его плохо знают. Просто у ребенка на фоне высокой температуры появляется нарушение сознания и в виде галлюцинации. Выглядит это со стороны очень страшно. На самом деле это ничего особенного не представляет. После снижения температуры, когда ребенок поспит немножко, все это бесследно проходит. Бронхиты, абструктивные бронхиты, пневмонии. Также бывает осложнение со стороны мочеводелительной системы. Также бывает, что ребенок очень высокая интоксикация, токсикоз, когда уже приходится лечить. Поэтому родителям надо говорить, мамам, чтобы они не занимались самолечением, чтобы они при появлении первых же признаков обращались к врачам за медицинской помощью. Техника введения и лечения больных в детско-инфекционной больнице создавалась годами. Начиная с 1982 года, как открылась больница, и с 1983 года, как открыли реанимационные отделения. Весь опыт специалистов выразился тем, что они выбрали стандартное оказание медицинской помощи. Какие в основном проводятся мероприятия? Это зависит от самого заболевания, от его проявлений. Значит, мы снимаем судороги здесь, проводим инфузионную терапию, снижаем температуру тела самыми различными способами, проводим противосудорожную терапию. А в тяжелых случаях мы интубируем больного, берем его на аппаратное дыхание, и он находится на аппарате до тех пор, пока состояние у него улучшится. Ну, бывает так, что и умирают дети, конечно. Когда ребенок только заболевает, нужно сделать определенный климат в комнате, проветривание, чтобы свежий воздух был, влажность достаточная, чтобы было. Потом, значит, вторая очередь, это напоить ребенка. Мы говорим, отпаивайте детей. Почему? Потому что, когда ребенок заболевает, при повышении температуры 38 градусов у ребенка полутора годовалого, за час он может потерять 200 миллилитров жидкости. Поэтому вот это надо восстанавливать. Дальше идут уже противовирусные терапии. Ну, опять, те же, значит, анаферон, амизон. Ну, и если начались осложнения, то уже будет назначать врач соответствующее лечение. В зависимости от осложнения. При бронкетах, значит, одно лечение идет, при пневмонии уже, антибактериальной терапии. Но это, опять же, надо назначить, чтобы назначение делали именно врачи. Прививок от ОРВИ не существует. Ведь вирусов очень много, и они постоянно мутируют. Поэтому профилактика здесь имеет два направления. Избегание встречи с вирусом. В простудный сезон лучше отказаться от посещения с ребенком массовых мероприятий и мест, где наблюдается большое скопление людей. Укрепление организма, чтобы иммунная система могла адекватно бороться с попавшей в организм вирусом и ОРВИ, протекало легче и не давало осложнений. Как правило, большинству детей дополнительных медикаментов для этого не требуется. Но ребенок должен высыпаться, гулять, закаляться. В доме, где он живет, должно быть чисто и должна поддерживаться нормальная температура воздуха. Малыш должен правильно питаться, получая все необходимые витамины. Советую в те периоды, когда наступает холода, особенно сырой холод, не возить детей никуда по всяким гостям, различным мероприятиям, начинают в магазин, то на базар, то еще куда-нибудь с ребенком идут. В этом случае повышается опасность заражения ребенка вирусной инфекцией. Это во-первых. Во-вторых, на период вот этих холодов не рекомендуется употреблять ряд продуктов, которые вызывают повышенную восприимчивость к сырому холоду. Среди них на первом месте стоит картофель. Картофель содержит вещество, солоним, которое повышает чувствительность человека вообще к сырому холоду. Это касается не только детей, но и взрослых тоже. Ну, и если ребенок заболел, это самое главное вовремя, конечно, обратиться к врачу. И надо помнить о том, что первые дни заболевания никакие антибиотики не помогут. Почему? Потому что вирусы не чувствительны к антибиотикам, но зато антибиотики хорошо снижают иммунитет. Поэтому не надо требовать или давить на врача, чтобы он с первого дня дал антибиотики. Я присоединяюсь ко всем рекомендациям и советам специалистов. Если у вашего ребенка появились вышеперечисленные врачами первые признаки и симптомы, необходимо обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Здоровые дети, здоровье будущей нации. Ну, а с вами была программа «Семейный доктор». Беремите себя, своих детишек и будьте здоровы. Семейный доктор.